Итак, душевное и психологическое единство. В чем заключается такое единство? Конечно же, это, во-первых, предметы содержательного единства. Как консультанта, так и человек, который пришел к нам на беседу. Ну, например, к вам пришли на добрачное консультирование, пришла к вам пара. Первое, что вы должны сделать... Это предметно обсудить, что будет говориться. Предмет – это подготовка к свадьбе, подготовка к семейной жизни. То есть, о чем будет идти речь? Вы обсуждаете, сколько раз вы будете... И предметно обсуждается, сколько раз будут встречи, в какое время это будут идти встречи. Как они будут проходить. Что будут даваться задания. Их обязательно нужно будет выполнять. Как выполнять эти задания. По отдельности потом обсуждаются вместе или что, как это происходит. То есть, обсуждается все четко, детально, предметно и содержательно. Обязательно. Ну, или, например, пришла пара к вам на консультацию, да? Вот пришла супружеская пара. Муж-жена. Или попросились к вам. Вы должны сразу подумать, как вы будете, как вам хотелось. Вместе. А если нам нужно будет обсудить что-то порознь. Может быть, есть какие-то речи, которые вы не хотели, чтобы затрагивали муж-жена. Обсудить это заранее нам. Скажите. Да? Как консультантам. Или должны прийти вместе с детьми. Они. Если пока эти проблемы возникают. Да. Если вместе с детьми дети ваши проблемы вовлечены. Значит, опять же, какие бы вы хотели темы, чтобы мы обсудили. Понимаете? То есть, вот оно. То есть, вы вырабатываете как бы единую вот эту вот тактику. Единую стратегию вообще. Что будет? Не вы как консультант говорите. Так, это будет вот так, вот так. Я знаю, у меня опыт вот такой. И ваша проблема только так решается. Ну, и опять же, назначайте время встречи. Обязательно обговаривайте, сколько это время будет длиться. Потому что ее можно растянуть до утра. Это чаепитие. Да. Когда будут на вас вот все рассказывать, рассказывать, рассказывать. Нет, а мне кажется, это все вот так, вот так, вот так. Где это будет проходить? В офисе у вас? У вас дома или у них дома? То есть, или может быть дома у их друзей. Понимаете? Ну, то есть, любой, в принципе, вариант приемлем в этой ситуации. Лишь бы только он был приемлем для вас и для них. Если вас все это устраивает. Ну, по предмету свежательного единства, понятно, да? То есть, это желательно быстрее выяснить. Обязательно вот устанавливать тренингные рамки? Обязательно. Никто не будет. Это организует людей. Если вы говорите, знаете, у меня для вас час, ну, лучше скажите минуту 15 поменьше. Потому что если у вас есть час 30, вы скажете час 10. Ну, самый оптимальный вариант это вот час где-то, да? Несмотря какие люди. Ну, оптимальное – да. Час плюс-минус. За этот час уже можно увидеть проблему, начать ее обсуждать, дать какие-то рекомендации, выработать совместный план. И уже через неделю, когда человек придет к тебе на беседу, уже о чем-то можно разговаривать более конкретно и содержательно. А может быть, даже этого часа хватит на то, что человек скажет, что все понял. Если что, я позвоню. Замечательно. Замечательно. Второе, значит, что необходимо вот в этом ракурсе душевного или психологического единства – коммуникативное единство. Что такое коммуникативное единство? То есть, здесь нужно обговорить, ну, во-первых, терминологию. Вообще, любая научная конференция начинается с того, что начинают обговаривать понятия. То есть, я под этим словом понимаю одно, а она совсем другое. Здесь должно то же самое быть. Может быть, человек пришел и говорит нам то же самое, только другими словами, а мы его понять никак не можем. То есть, понятно, что даже вот мы, когда готовим семинары, вот эти семинары мы проводили, скажем, в учительской аудитории. Да, вот собирали нам учителей, педагогов, проводили для директоров школ. Представляете, конечно, ту терминологию, которую мы используем в педагогическом коллекте, совершенно другая будет терминология, если мы будем это отдавать родителям. Вот этот материал, ими с точки зрения воспитания детей и так далее, и так далее. Понимаете? Естественно, когда мы преподаем верующим людям, по старам церквей, мы берем совершенно другую терминологию. То есть, важно, что вот в общении с аудиторией, в общении с человеком… Если это в университете какая-то научная лекция, то тут, конечно, совсем… Совершенно и на этой налоге. Понимаете? Да, то есть, это очень важно выработать. Да, то есть, важно адаптировать и понимать то, что вы где, где вы находитесь, с кем вы беседуете, с кем вы разговариваете. Разговаривать на его языке. И опять тогда вот сюда входит вот этот язык общения. На каком языке? Язык телодвижения очень важен еще. Вот вчера я пример приводила, что, скажем, если вы проводите какую-то беседу в мусульманской среде или беседу с человеком из мусульманского, так сказать, мира, да, вот, помните, что никогда в жизни вы не должны при нем Библию держать ниже пояса. Просто это будет камнем преткновения в беседе с этим человеком. То есть, там, где вот мы были, там зашел человек, ну, просто держать Библию так вот в руке внизу, заходит, показывает, давайте возьмем Священное Писание. Ну, все, его уже никто не слушал. Его не слушают. Сразу стал барьер, потому что он вот так вот свободно обращается на Священном Словом. Он опустил его ниже огня ремня. Он положил на стол, а стол очень низенький. Представляете, вот он стоит, вот обидно. Он ей размахивал. Все. Для них это, ну, еще, как европейцы, мы можем это понять, да, ну, ничего в этом нет, это книга. Хотя и очень важная книга. Но, тем не менее... Это книга. Просто, да. Ну, понимаете, для них это очень важно. Поэтому вот эти вещи нужно четко для себя понимать. Даже вот в этом. Речевой код здесь очень важный. Есть такое понятие. Речевой код. С вашей стороны, как консультанта, речевой код должен быть развернутый. Ну, важно понимать. Свернутый код, развернутый код. Свернутый код, и когда человек говорит, да, нет, хорошо, ладно, пусть. Подлежащая сказуемая точка. Да, минимальное количество таких вот длинных, да, распространенных предложений. Минимум. Минимум. Но если... Это в свернутом коде. Да. Но вы должны говорить с развернутым кодом и помочь человеку задавать ему такие вопросы, чтобы не было ответов. Нет. Да. Пускай. Хорошо. То есть, такие нужно вопросы задавать, чтобы он отвечал развернутым кодом. Понятно, да? И с другой стороны, если к вам пришел человек, который, ну, всю жизнь, вот так вот будем говорить, говорил на максимально упрощенном языке, вы не очень слишком-то свой код сначала разворачиваете. Он вас просто не поймет. Он утонет. В этом потоке ваших слов. Понимаете, да? Особенно вот, ну, мы приводим этот пример на конференциях для супругов. Ну, может быть, тоже вам интересно еще раз повторить это. Вот ведь мужчин и женщин даже порой разговаривают по-разному, потому что, как правило, у мужчин ход более свернутый, чем у женщин. Или, будем так говорить, более, они говорят более фактами, нежели эмоциями. У женщин в ее речевом ходе присутствуют и факты, и эмоции одновременно. Одновременно, понимаете? Мужчина строит предложение так, подлежащие сказуемой точке. И исключительно содержатся факты. И поэтому, когда женщина с вами начинает беседовать, вам важно положить, ага, стоп, вот это уже ее эмоции. Если она сказала, я ненавижу мужа, да-да-да-да-да, когда он, это не значит, что он действительно не факт. Это ее эмоции пока еще. Понимаете? То есть, важно вот этих вот вещей, как бы выуживать. Выуживать эти моменты. Потому что, может быть, сейчас у нее ПМС, может быть, сейчас у нее неприятности на работе, может быть, сейчас, она завтра попрет, она будет совершенно иначе все говорить. Да? Вот, то есть, вот эти вещи тоже нам важно помнить. Ну, как, например, да, как мужчина говорит. Прихожу, смотрю, сидят. Я им говорю, работать надо, сидят. Правильно? А то же самое, как скажет женщина. Прихожу на работу, а там, и там ужас. Ну, прям, слушай, вот, вообще, как в фильме. Ты помнишь, вот, Тим-то, как в общем-то, сейчас вспомню. Слушай, ты на роман, он еще там с авоськами бегал. Помнишь, приходит работа, она все так красится, красится. Вот, а еще на ней вот, этот, замдиректор, ты издевался. Ну, а вот, что? В чем? Да слушай, знаешь, почему меня никогда не слушаешь? Нет, а чем я сейчас занимаюсь? Пришла к инсультанту, меня вообще не слушает. Ну, слушай, слушай, в чем проблеме? Вот, а по большому счету я сказала то же самое, что ее возмущает, что на работе, люди относятся к работе недобросовестно. Понимаете? А вот целый поток слов, и от этого никуда не деться. Это просто нужно принять, просто перед нами эмоционально накрученная женщина. Да? То есть, вот, это тоже нужно принимать во внимание. И третья составляющая вот этого душевного или психологического единства, должна быть общность мотивов и целей. То есть, и в духовном плане мы об этом говорили, о том, что должна быть общность, вот это, духовное единство общее. И психологическом должна быть общность. Что это такое единство? То есть, нацеленность на результат. То есть, вы оба, и вы, и тот человек, который вам пришел, нацеливаетесь на результат. То есть, ставите какую-то цель и смотрите, достигаете вы ее или нет. И причем, вы должны помнить, что любой результат, это результат. Вот, запомните, это очень важная вещь. Любой результат. Это уже результат. Если, например, муж так пить и не бросил, но жена перестала быть созависимым человеком, это результат. Это результат. Хотя к вам она пришла, помогите мне вести себя так, чтобы мой муж бросил пить. Она к вам пришла как бы вот с одной, с одним вопросом, да? Вот, но вы постепенно вместе с ней пришли к тому, что она не может заставить его муж изменить поведение. Но она может измениться сама. Свои отношения. Да? И это результат. И результат, даже если она осознала, что она созависит. Да, когда осознала, что это уже результат. Или когда пробудем. Анна, ты хочешь вопрос? Все. Все? Вопрос снят. Или когда приходит пара на добрачное консультирование и вдруг понимают. Вот отвечая на все эти вопросы, общаясь, делая все эти проекты, вдруг раз, и они расстаются. Это тоже. Понимают, что им не надо жениться. Это тоже, хотя он отрицательный, казалось бы. Казалось бы. Но тем не менее, причем вот у нас уже было несколько таких случаев, что пришлось даже разобъявлять в церкви. Поэтому мы всегда советуем предбрачное консультирование начинать до того, как объявились перед всеми людьми. Потому что это был очень сильный шаг, что их разобъявили. Но, по крайней мере, они были честны, и это произошло до свадьбы. Если бы это произошло бы после. Это положительный результат. Ну, опять, ну, с точки зрения, да, они женились. А потом развернились. Ну, это все понятно. Но, с другой стороны, смотрите, у нас была одна пара, с которой мы очень долго разговаривали, беседовали. Они жили гражданским браком. Это были наши хорошие друзья. Мы их очень хорошо знаем. Мы с ними работали, работали, много встреч проводили. Просто чай встречались, пилим, даже варим чай. Все равно мы как-то их пытались обрабатывать. Чтобы они каким-то образом поняли, что то, что с нашим происходит, это не совсем как будут нормальные явления. Но то, что... Ну, вы знаете, то, что произошло в их жизни, мы вообще этого никак не ожидали. Представляете, они оба вернулись в каждую свою предыдущую семью. Мы думали они пожить, потому что у них уже дети есть. Нет, ну дети есть от предыдущих браков. Но они их совместно воспитывали. И тут они каждый возвращается в свою семью. А мы их, супругов, не знаем. И получается мы потерялись друзей. Друзей все, мы потерялись. Потому что, ну, как бы тут уже... Ну и это положительный результат. Понимаете, то есть здесь важно, чтобы мы ориентированы были на результат в жизни человека. Даже если это где-то, может быть, ущемляет наш собственный, там, может быть, да, везде реза, да, не важно. К нам пришел человек за помощью, он для нас личность. И мы в первую очередь работаем на том, чтобы в его жизни... То есть мы логичная личность делает все, чтобы укрепить себя, чтобы была польза мне самому себе. Я такой умный, я такой хороший. Вот я могу дать нужный совет. Смотрите, какой я важный в этой жизни. А диалогичная личность все делает ради человека. Может быть, даже где-то ущерб самому себе. Даже ущерб самому имиджу. Вы представляете, что было с нашим имиджем, когда после предбрачного нашего консультирования, люди разобъявляются. Понимаете? То есть, как бы вот, ну, понятно. Так вот теперь у меня есть возможность пошутить. Когда к нам подходят пары и говорят, а можно вас пройти предбрачный? А мы говорим, а вы не боитесь? Потому что мы вам уже привезти там. Но, правда, однажды один, ну, вот, священнослужитель нашей церкви ночи, так сказать, мудрощайба, подошел после очередного разобъявления у нас вот из двухсот пар где-то семь или восемь разобъявились. Ну, четыре официально, а остальные как? Да. Вот она подошла, и мы все время такие расстроены. Он говорит, знаете, у вас еще маленький процент разобъявлений. Мы говорим, почему? Вообще, знаете, что по статистике из ста, значит, расписавшихся, разводится 70? Как бы официально сказать. У вас маленькая статистика, у вас даже и по идее разобъявляться больше. Ну, как нас так? Ну, понятно, что это, опять же, шутка. Шутка, да. Но, с другой стороны, понимать, что, конечно, даже в ущерб собственному имиджу нужно действовать во благо людям, которые приходят. Они на месте, в церкви. А? Тех, которые разобъявились. Да, причем некоторые потом все равно поженились. Но через какое-то время. Ну, таких всего две. Таких две. Но были те, которые женились, каждые, на других. Нет, ну, включая тенденцию, я же, когда начинают обижаться на Бога, но кто-то один, если, конечно, на нас консультирование было слабо. А почему у нас все-таки разобъявляют? Нет, вы стараетесь, чтобы... В любом случае, это обида. Это в любом случае, что-то дело не только слабо, не сиже. Бывает церкви, если их хранить. Жизнь долопречная. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-seminary.com. Итак, мы с вами рассмотрели на наших занятиях о том, что же такое духовное единство, вот задачи душепопечительства, да? То есть, помочь человеку вырасти духовно и личностно. Вторая была наша задача, это душевное единство и личностный рост именно в психологическом плане. Теперь давайте с вами рассмотрим, что же такое поведенческое взаимодействие. Как нужно действовать, вот если мы нашли духовное единство, пришли к этому, к психологическому, все увидели, осознали. Теперь давайте посмотрим, как вырабатывать вот совместный план действий. Что это должно быть? И мы хотим зачитать такую статью, ну, так сказать, затравку, да? Чтобы вот в притче, так сказать, нарисовалась наша с вами задача по поведенческому взаимодействию. «Медовую неделю моя подруга Лена решила провести в Париже со своим мужем, своим мужем Виктором. На третий день их медового пребывания в Париже Лена ощутила неприятный запах от молодого мужа и после некоторого колебания сказала, слушай, может пойдешь помоешься?» Виктор пожал плечами, сбегал в ванну, щедро облил себя дезодорантом и решил объять молодую жену. Лена с трудом удержала на лице улыбку, поход в ванную не помог. Виктор истощал противный аромат. На следующий день стало еще хуже, на парень стали оглядываться. Самое странное было в том, что Виктор исправно плескался в воде, но парадоксальным образом вонял все, гажи и гажи. «Наверное, я заболел в ужасе», — сказал молодой муж, когда на обратной дороге стюардесса кашляет и попросила, «не могли бы вы пересесть в бизнес-класс, там вам будет удобней, он совершенно пустой, там никого нет». Лене, конечно, понравилось лететь в вип-салоне. Удовольствие испортил только лишь пилот, который высунулся из кабины и заорал на стюардессу. «Что такое происходит? Туалет сломался, что ли? У нас что тут дерьмо боняет?» Девушка в форме сделала круглые глаза и выразительно посмотрела на Виктора. «Ты, наверное, меня бросишь», — сказал Виктор. «Я, наверное, заразился какой-то скунсовой болезнью». «Никогда!» — жарко пообещала Лена, ощущая себя женой декабриста. От дома она ему сказала, «Слушай, снимай джинсы, их надо постирать». Муж покорно избавился от брюк, супруга стала выворачивать карманы и на пол упал смятый комочек. Лена подняла бумажку и чуть не задохнулась. От находки сходила немыслимая вонь. «Что это?» — спросила она. «Слушай, — подскочил Виктор. Я ж забыл, в одном из супермаркетов, когда за водой ты пошла, мне предложили попробовать сыр, камамбыр. Мне это жутко не понравилось». «Ты зачем его в карман положил, завопил Лена?» «Так урна рядом не было, — растерялся муж. Не надо же его бросать?» А потом я забыл. «Слушай, так я же здоров, это ж сыр вонял, а не я». Вот, по большому счёту, пусть это будет для нас метафорой. Понимаете, каждый из нас воняет. И не только физически. И задача — найти вот этот самый вонючий комочек в себе, да, ну и выбросить. Избавиться от этого. Ну, потом, конечно, может быть, где-то будет ещё другой заваляющийся. Потом найдём ещё какую-нибудь. Да. И вот наша задача, во-первых, самому как бы порыться и в карманах, да, от души, и дух, что там воняет, да. И, естественно, помочь человеку, который приходит к нам. Вот. То есть, вот это как раз поведенческое взаимодействие. Выяснить, что же на самом деле творится. И устранить этот источник. Да? Вот. Вот пусть эта метафора с вами ещё сыра где-то останется в голове. Итак, значит, здесь как бы три задачи. Такие основные именно в поведенческом аспекте. Во-первых, необходимо заглянуть за маску человека. Потому что мы уже говорили с вами о том, что человек приходит в скорлупе. В маске. Приходит в маске. Он закрылся от этого общества, какие-то свои вещи прячет. Прячутся из куски сыра в кармане. Куски из сыра в кармане. Может быть, даже сам не подозревает, что они там и лежат. То есть, он одел эту маску, и ему в ней удобно. Наша задача – заглянуть за эту маску. Потому что с самой маской работать бесполезно. Это защита. Это не проблема человека. Проблема находится дальше. Внутри, глубже. Нам нужно заглянуть за маску, увидеть эту суть. Суть проблемы. Суть проблемы. В чем она заключается? Это второе, что очень важно сделать. И что из себя это ещё включает? Не только самому увидеть суть, но и чтобы человек это увидел. В чем она проблема? Вы вдвоём её видите. И вербализуете. Потому что человек, он, конечно, её знает, может быть, где-то там. Но он боится о ней даже думать и говорить порой. Поэтому он за маску-то спрятал. Но мы каждый момент ещё разберём очень подробно. Просто сейчас запишите такие основные моменты. Что в тебя включает задача распознавания? Поведенческая. Да, поведенческая задача. Значит, вы заглядываете за маску, видите эту суть, и дальше вы сопровождаете человека в этой проблеме. Не делайте всё за него, а сопровождайте его. Идёте рядом. Разница должна чётко пониматься. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok